Не литрами, а киловаттами. Владельцы экологичного транспорта получат возможность заправлять машины в общественных местах города. Кодовое слово «Алмаз». Участники военно-спортивной эстафеты собирали палатки и искали секретные пакеты. Мыть запрещается. Житель Владимировки поделился рецептом домашнего вина. Обо всем подробнее узнаете в ближайшие минуты в эфире программа «Город». Здравствуйте! Первая новость порадует как минимум две сотни благовещенцев, водителей экологичного транспорта и членов их семей. В городе заработают заправочные станции, специальные для электромобилей. С инициативой выступили сами водители, а власти их поддержали. Подробности у Анжелики Павловой. Заправляться Валентин Бернацкий ездит не на АЗС. Домой его Ниссан Лифф электромобиль питается от розетки. Последнюю Валентин специально вывел через балкон собственной квартиры. И если ранже за электричество платил 700 рублей в месяц, то с приобретением экологичного транспорта эта сумма выросла в два раза. С наступлением холодов подпитывает электродвигатель ежедневно. Зимой делает это даже на работе, договорился с начальством. Но однажды заряда не хватило. Мне пришлось толкать ее. Благо остановились парни, помогли дотолкать. Я доехал до какого-то там магазина, в магазине попросил розеточку, мне дали, я вытащил там, немножко подзарядился, приехал домой. Но я слышал, что уже собираются делать быстрые зарядки. Это было бы очень хорошо. Электрозаправки уже есть в трех городах Приморского края. Вопрос об их установке встал и в Преамурье. Область на седьмом месте в России по количеству электромобилей. Большая часть из 285 авто ездит по Благовещенску. Собственники экологичного транспорта объединились и обратились в городскую администрацию. Попросили установить станции быстрой зарядки и даже предложили, где это можно сделать. Вблизи торговых центров, скопления людей, автостоянок, там, где человек может, кафе, там, где человек может приехать, оставить автомобиль на 20, 30, 40 минут, то использование быстрой зарядки дает возможность зарядить автомобиль в течение получаса на 70-80%. В мэрии инициативу общественников поддержали. Уже провели несколько совещаний. Решили, что станции установят возле торговых центров «Флагман», «Перекресток», «Острова» и на парковке возле ОКЦ. Кто этим займется, тоже предварительно известно. Сейчас уже достигнута договоренность с представителями «Росгидро». Более того, по секрету скажу, у нас есть предложения и других компаний, которые готовы устанавливать. Мы будем, как городские власти, конечно же, убеждать инвесторов в том, что надо сделать их бесплатными, по крайней мере, в ближайшие год-два. Ну, как получится. А в дальнейшем водители будут платить за 1 кВт час потребленной энергии. Когда именно начнут установку электрозаправок в Благовещенске, станет известно на днях. После того, как представители мэрии и «Росгидро» проведут переговоры с министром транспорта и дорожного хозяйства региона. Анжелика Павлова, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Нетипичное ДТП заставило поволноваться сразу трех городских автомобилистов. Девушка перепутала педали и припарковалась прямо на стоящей возле третьей поликлиники иномарки. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Ленина и Театральной. Во время парковки автоледи выехала на тротуар, а после ее «Тойота Пассо» буквально остановилась на капоте «Тойоты Витц». Во время неудачного маневра досталась и рядом стоящий «Тойоте Инсайт». К счастью, люди в ДТП не пострадали. Потеряла ли водитель управления или просто перепутала педали газ и тормоз, сейчас выясняют госавтоинспекторы. Коммунальщики выставили на продажу имущество Антона Тарана. Производственная база бывшего владельца группы управляющих компаний перешла к АКС за долги после банкротства предпринимателя. Объект площадью больше 670 квадратных метров расположен на улице Северной, на участке, который по размеру превышает площадь здания в 10 раз. Кроме административного помещения с офисами, здесь же находится действующая сауна. Как отмечают коммунальщики, здание в отличном состоянии, с современным ремонтом, пожарно-охранной сигнализацией и интернетом. Кроме того, на территории базы есть 14 гаражных боксов. С многофункциональным комплексом АКС готовы проститься за 140 миллионов рублей. Напомним, 4 года назад коммунальщики вменили группе управляя Кантона Тарана долг за тепло и воду в размере 377 миллионов рублей. Расплатился предприниматель имуществом. Кроме этого, заплатил штраф в 30 миллионов рублей и на полтора года лишился права занимать руководящие должности. И к трагической теме. Ушел из жизни актер и режиссер Амурского театра «Кукол», заслуженный артист России Сергей Елизов. Ему было 65 лет. Больше 30 из них Сергей Иванович отдал Амурскому областному театру «Кукол». Сыграл больше 200 ролей. Многие поколения благовещенцев знали его как Деда Мороза. Работал и в качестве режиссера. В 2006 году был членом жюри антрепризных спектаклей фестиваля «Амурская осень». Сергей Елизов был удостоен нагрудного знака за достижения в культуре, почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» и других ведомственных и правительственных наград. Точное время и место прощания с актером мы сообщим в новом выпуске программы «Город». В Преамуре стартовал особый противопожарный режим. С начала месяца в области зарегистрировали 6 природных пожаров. Чтобы пройти опасный сезон с наименьшими потерями, в пределах городского округа обновили больше 100 километров минерализованных полос. Согласно статистике, в 96% случаев возникновение природных пожаров виноваты простые амурчане. Поэтому специалисты проводят профилактические беседы с жителями, проверяют, как владельцы частных подворья содержат придомовую территорию, косят ли траву, убирают ли мусор. В отношении 24 собственников уже составили административные протоколы. Специалисты предупреждают, тем, кто будет нарушать противопожарный режим, разводить огонь в лесах, дворах, сжечь мусор и сухую траву, грозит штраф до полумиллиона рублей. Осенний этап акции «Чистый город» начался еще 26 сентября. Но только сейчас горожане начали массово подавать заявки и выходить на субботники. В авангарде, как всегда, юные благовещенцы. К примеру, воспитанники структурного подразделения ОКЦ «Меридиан» с уборкой прилегающей территории справились пятером. Пять воспитанников творческих студий и два преподавателя убрали листья на территории в 50 квадратных метров. А еще вынесли мусор и помыли окна. Своё участие в мини-субботнике ребята назвали ни много ни мало вкладом в улучшение планеты. Я подметал и выносил коробки. Коробки – это самое тяжелое, и это доверили нам, мальчикам. Планировали подобрать листики, хотя у нас просто карагачи еще не сильно обвалились. Но этот процесс постоянный будет, мы до самого конца будем делать. Но сделали все. Хотели окна помыть, хотя уже были мыты. Ну просто, чтобы октябрь месяц – это последнее время, когда еще можно что-то подчистить, подобрать. Вот все вот это затеяли и сделали. В пятницу чистую эстафету подхватят еще 8 организаций города. Всего на участие в ней заявилось 80 городских коллективов. Организаторы надеются, что до 26 октября желающих будет еще больше. В Благовещенске высадились вражеские оккупанты. Цель – захватить аэропорт, речной вокзал и социальные учреждения. Помешать их планам вызвались амурские тигры, герои и беркуты. Всего 10 отрядов бойцов. По такой легенде на стадионе «Юность» прошла традиционная военно-спортивная эстафета. Вместе с городскими студентами полосу препятствий прошла и наша съемочная группа. Нужно подцепить тапик, побежать к следующим тапикам, найти, который рабочий из четырех, и передать кодовое слово. Кодовое слово мы сами придумаем, и кто туда первый доползет, ему говорим, он должен сюда передать. Эти участники не знают кодовое слово. Время засекаем по времени. Которое удается, дадим. У меня, думаю, неправильно. Вам приходилось изобретать фалат? Нет. Это в первый раз. Скажите, а вам вообще в обычной жизни или где-то в дальнейшем понадобится такой навык, и зачем? Думаю, да, если, допустим, поедешь на отдых, куда-нибудь в лес или добудешься, то если у тебя есть вот это все, то, думаю, пригодится. Нак. Умничка. Я ее потрогал такой. Что это такое? Я ее обратно положил. Искали, искали, искали. Там ветка такая, в нее надо спотыкаться, искать там ползком уже. Ну, нашли, все-таки нашли. А что искали? Ну, и секретный пакет, документ, который был в палатке задумленной. Вот такие соревнования, что они закаляют вас, физически развивают? Расскажите. Они как-то, мне кажется, развивают эти вот патриотические качества, которые должны быть в каждом. И вот эти, нужно, чтобы почаще были эти мероприятия для, наверное, вот этого развития патриотизма. Военно-спортивная эстафета проводится у нас уже с 2013 года в таком виде, в каком вы сейчас ее видите. Это порядка 13 этапов разнообразных. В эстафете приняло участие уже порядка 400 молодых людей с различных учреждений профессионального образования. Безусловно, такие люди имеются. Те, кто в дальнейшем связал свою жизнь со службой либо в пограничных войсках, либо в вооруженных силах Российской Федерации. Желаю! Нева, Белая птица, эти и другие хиты эстрадной певицы Елены Ваенги Благовещенцы услышат 11 и 12 октября со сцены Общественно-культурного центра. А наша постоянная телезрительница сможет посетить ее концерт совершенно бесплатно. О розыгрыше Ирина Сорокина узнала в нашей постоянной рубрике «Лишний билетик». Она оказалась первой, кто ответил на вопрос, как звучит настоящая фамилия исполнительницы. Правильный ответ. Хрулева женщина прочитала накануне в интернете. Творчество Елены Ваенги горожанке очень нравится. Давно хотела сходить, ни разу не была, хотя она приезжала. Ну, ее песни нравятся. Тайга, Шопен, Курю. Ну, по радиошансон часто и на шансоне года показывают. Ну, воочию никогда и не получалось. На концерт Ирина хочет пойти вместе с подругой. С приобретением билета на соседнее место традиционно готовы помочь в кассе ОКЦ. В России подорожает вино. Из-за повышения ставок акцизов цена напитка вырастет на четверть, а то и на треть. Героя следующего сюжета прогнозы аналитиков мало интересуют. Он вот-вот воплотит в жизнь давнюю мечту. Начнет заниматься домашним виноделием. Первую попытку предпринял буквально на днях. В тонкости ремесла погрузилась наша съемочная группа. Мыть его нельзя. Почему? Потому что мы используем природные дрожжи, которые находятся и на ягоде, и даже на самих вот этих гребнях. Чистыми должны быть только руки и посуда. Виноград должен быть естественным, желательно только с ветки. Ягоды перебираем, удаляем сухие листочки и мнем. А потом оставляем настаиваться в темном месте. С кожурой, косточками и веточками. Природными дрожжами Алексей не раскидывается, потому как искусственный в домашнее вино не добавляет. Только воду, чтобы снизить кислотность сорта, и сахар, чтобы повысить его сахаристость. Любимое вино Алексея полусладкое. К этому показателю и стремится. И постоянно переливает пока еще сок из одной емкости в другую. Потому что брожение – это такой процесс, когда живые дрожжи проходят свой жизненный цикл. Соответственно, они потом отмирают, они выпадают в осадок. И потом, либо трубочкой, либо аккуратно наклоняем, мы этот сок переливаем, чтобы этот осадок остался в старой посуде. Таким способом вино со временем просто становится светлее, прозрачнее. Молодое вино будет готово к Новому году. Любите выдержанные напитки – терпите. Советуют начинающий винодел. Прежде чем осваивать необычное для себя дело, житель Владимировки пять лет занимался разведением винограда. Перепробовал более ста сортов. Но для вина годится не каждый. Особой надежды Алексей связывает с конкретным видом. Говорит, добавлять воду и сахар в него не будет необходимости. В прошлом году был посажен куст Аделя. Это наш приморский, Адель Восковский, этот сорт вывел. Вот он дал урожай уже. Ну и я вот из него буду делать моновино. В дальнейшем винодел планирует смешивать сок разных культур и делает купажное вино. А пока своего часа ждет трехлитровка сортового. И, кстати, безымянного. Выписал по интернету один сорт, пришел совсем другой. Кот в мешке оказался приятным сюрпризом. Для виноделия подошел отлично. Название своему первому вину Алексею только предстоит придумать. Анастасия Слесарева, Андрей Белый. Программа «Город». Самых творческих и талантливых благовещенцев объединят. Интересную программу с участием актеров, музыкантов, писателей готовят к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она пройдет 3 ноября и будет посвящена Дню народного единства и Году театра в России. В этот день сразу на нескольких площадках в областном музее, мастерской Александра Тихомирова и в доме Саяпина состоятся театральные перформансы, встречи с артистами, концерты, творческих коллективов города, мастер-классы и выставки. Посетить все музеи можно будет по единому флайеру. За взрослый попросят 300 рублей, детский – 200. Организаторы просят поторопиться в кассу областного музея. Количество билетов ограничено. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, присылайте свои фото и видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...